Делегация курорта провела в столице несколько дней. За это время представители власти и директора санаториев и отелей посетили все круга Москвы. Во время презентации операторам рассказывали о новых туристических возможностях Сочи. Подобные рекламные туры уже провели в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Минске. Также для журналистов федеральных изданий прошла пресс-конференция. На вопросы представители СМИ ответили исполняющие обязанности руководителя Ростуризма Алекс Афонов и глава Сочи Анатолий Пахомов. По данным Ростуризма, в этом году в нашей стране в принципе вырос интерес к внутреннему туризму. Структура туристического рынка нашей страны существенным образом изменилась. Наша задача поддержать эти изменения, которые происходят, рассказать, объяснить жителям, нашим согражданам о том, что может быть более качественно, может быть и не так дорого отдыхать в нашей стране, в частности в Сочи, где создана замечательная прекрасная инфраструктура, что может быть имеет смысл более активно путешествовать по территории нашей страны, потому что, к сожалению, мы видим в мире нарастание различного рода угроз, связанных в том числе и с очень непростой эпидемиологической обстановкой. В этом году Сочи окончательно перешел на круглогодичную загрузку. В ближайшее время турпоток на курорт должен возрасти еще. В городе введен режим «открытое небо». По словам Анатолия Пахомова, уже сейчас интерес к Сочи проявили многие иностранные компании. В частности, речь идет о турецких, иранских и китайских авиалиниях. В этих странах уже разрабатывают схемы полетов в Сочи. Также впереди еще открытие горной зоны, что, по мнению представителей власти, привлечет определенный туристический сегмент. Кроме того, график приема мероприятий самых разных уровней и направлений у Сочи расписан на годы вперед. Соревнования и фестивали также привезут в город участников и зрителей. При этом Сочи остается привлекательным для туристов с разным материальным достатком. Это принципиальная позиция местных властей. В городе с 15 октября по 30 июня работает программа «Открытый юг». Путевки в санаторий можно купить по цене от 1350 рублей за сутки. Это также способствует круглогодичной загрузке курорта. «Россияне должны увидеть и гордиться своими курортами, своей родиной, всем, что мы построили. Потому что помните, как нам давалась эта Олимпиада, с чего мы только не вытерпели. И сегодня нам все это нужно в первую очередь предоставить нашим российским туристам». Продолжатся и подобные рекламные туры. Впереди больше 10 городов-миллионников не только в нашей стране, но и за рубежом. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.